Послание Отцу Абсолюта 25 июня 2021 года Безупречная чистота сознания Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! В продолжении моего предыдущего послания сегодня мы поговорим более подробно о том, почему люди, а чаще нелюди с низкими вибрациями, так агрессивно реагируют на тех, кто излучает энергии высоких вибраций. Я знаю, что у некоторых из вас это вызывает непонимание, поскольку в посланиях Высших Сил не раз говорилось о том, что по мере повышения ваших вибраций вы будете становиться для таких существ недосягаемыми, а порой даже невидимыми. И это действительно так, мои родные. Но чтобы это произошло, вам нужно стать безупречными, то есть излучать энергию любви такой высокой частоты, которая уже будет неспособна войти в резонанс с энергиями низких вибраций. Но если вы попытаетесь оценить себя достаточно объективно, то увидите, что пока не дотягиваете до человека, излучающего только энергию безусловной любви. И тому виной все те же спонтанные реакции дуального мира, которым вы воплощали столько веков подряд, и которые превратились у вас уже в стойкую привычку. Если вы проанализируете ваши отношения к окружающим вас людям с точки зрения ваших реакций на их слова, взгляды, поступки, то увидите, что несмотря на уже проделанную вами огромную глубокую духовную работу, вы все же оцениваете их, сравниваете с собой, пытаетесь подогнать их под определенные критерии, сформировавшиеся в вашем сознании. Другими словами, вам не удалось еще и жить до конца программы трехмерного мира. И, конечно, критическая ситуация, сложившаяся сейчас на Земле, не способствует вашей гармонии, спокойствию и благодушию. Сейчас вам приходится защищать не только свое тело, но и свою душу от смертельной опасности. Именно поэтому вам так важно сейчас призывать на помощь все высшие силы, вашу звездную семью и ваших галактических братьев. Они, в отличие от вас, способны удерживать высокий уровень вибраций в любой самой сложной и непредсказуемой ситуации. И если вы будете постоянно находиться в их энергетическом поле, то оно перекроет собой ваше собственное, а значит вы сможете удержаться на должной высоте, даже если не справитесь со своими эмоциями, непроизвольными, спонтанными реакциями на происходящее. Но главное, не вините себя в том, что вы снова оступились, не сдали очередной экзамен, не прошли проверку на прочность. Крепко держите за руку ваших учителей и небесных защитников. И идите дальше, спокойно и уверенно, без всяких сомнений в том, что силы света непременно одержат победу над силами тьмы. Что же касается тех, кто не способен выйти своим сознанием за рамки трехмерного мира, то они не смогут выдержать яркий свет ваших помощников с тонкого плана, а значит не увидят и вас, находящихся в этом мощном высокочастотном поле. Пока вы сами не достигнете уровня вибраций, способного защитить вас от негативных энергий, низковибрационных существ, не пренебрегайте помощью свыше и старайтесь постоянно находиться под защитой своих ангелов-хранителей, духовных проводников, вашей звездной семьи, всех высших сил Вселенной. Призывайте их всегда и везде, и не думайте, что вы слишком малы и незначительны, чтобы удостоиться внимания небожителей. Знайте, что для них каждая чистая человеческая душа – это бесценная частичка Бога, которой они придут на помощь по первому ее зову и сделают все для того, чтобы сберечь ее и защитить от опасности. «Благословляю вас и люблю безмерно», Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта, сайт «Возрождение». 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 «Возрождение».